София Голоднова первоклассница, а еще совсем недавно она беззаботно посещала 71-й детский сад, как теперь это делает ее младшая сестра Лера. К выставке рисунков, посвященных безопасности дорожного движения, девочки готовились вместе. От разработки идеи до ее воплощения, говорят, ушло минут 20. Мы рисовали правила дорожного движения. Какие правила ты изобразила? Как переходить дорогу. И как ее переходить? Красный – это значит стоп, желтый – приготовься, зеленый – пропуск разрешен. Это на обычном родительском собрании детям не место, а на повестке дня исключительно взрослые вопросы. Но на этой встрече малыши и гости желанные. Здесь они в игровой форме еще раз повторили, как надо вести себя на дороге. А родители увидели, каким образом даже самую сложную тему можно объяснить просто и понятно. Многие родители, они ошибочно думают, что правилам безопасного поведения детей нужно учить ближе к тому возрасту, когда они пойдут в школу. Но это большое заблуждение, потому что большой комплекс навыков у детей уже с самого раннего возраста прививается. Поэтому нужно начинать уже с самого раннего возраста. В деле безопасности дорожного движения одной теории мало. Без практики не обойтись. Воображение у малышей богатое. Представить себя автобусом легче легкого. Зеленый. Красный. Желтый. На месте. Зеленый. Красный. Основная часть родительского собрания конкурса. В них участвовали три команды. Красный, желтый и зеленый. Судьи строго оценивали знания соревнующихся. Но в конце концов были вынуждены признать. Правила дорожного движения участники знают одинаково хорошо. Поэтому сладкие призы получили все конкурсанты. Мероприятия, конечно, такие нужны. Во-первых, это вместе с детьми приятно. Действительно мало времени проводим. Спасибо. Родительское собрание в таком необычном формате в 71-м детском саду прошло в первый, но точно не в последний раз. Оно займет достойное место в череде мероприятий, посвященных безопасности дорожного движения, которые в течение всего года проводятся в дошкольном учреждении. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова